Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! И еще одни новости о опять преступлениях рашизма. Сегодня рашисты ночью обстреляли Харьков. Это уже не секрет, это уже очередной раз. Они не могут до него дострелить полевой артиллерии. Они пуляют по нему ракетами из Белгорода. Надо сказать, что сегодня ночью взлетело, по-моему, то ли 5, то ли 6 ракет. Но, по-моему, 3 штуки упали сразу же. То есть, видно, что они уже используют неликвид. Да, ракета у них, конечно, дрянь. И 3 штуки. Я не знаю, они упали на сам Белгород или же они упали где-то там в поле, откуда их ими пуляли. Но сразу после старта, значит, 3 навернулись. Остальные полетели в Белгород. И одна из них, именно, судя по всему, влетела вот в этот дом в центре Харькова. Уже есть фотографии. То есть, час прошел. Можно это было опубликовать. Там Цыпленко опубликовал. Я у него взял тоже, прицепил, значит, сегодня утром. Ссылочка снизу. Можете посмотреть, как попало в дом в центре Харькова. По раненым, либо же убитым у меня пока информации нет. Но как выглядит жилая шестиэтажка в старом фонде после попадания рашистской ракеты. Сами можете посмотреть. Там один подъезд просто сложился полностью. Похоже, как в городе Часовьяр Донецкой области. То же самое сложился подъезд. И все. Что тут особенно рассуждать. Сколько погибших, я же говорю, будем разбираться. Потому что, я не знаю, дом вроде не был отселен. Потому что сказали, что там женщина какая-то. Ее спасли. Женщина преклонного возраста. Что касается остальных жильцов. Там были, не были. Я пока не могу сказать. Но судя по тому, что была одна пожилая женщина. Соответственно, должны быть еще люди. Еще очередное преступление рашизма. Уже знаете. Преступления путинской фашистской банды. Уже входят просто. В такую, знаете. Ну, просто череда уже какая-то. У них дня нет, чтобы они не делали преступления против мирного населения. Против украинцев. Геноцид у них пошел уже в привычку, что ли. Убивать украинцев мирных. Они не в состоянии абсолютно ничего достичь на фронте. И единственное, что они могут сделать. Это вот наносить такие вот подлые удары по мирному населению. Пытаясь как-то раскачать ситуацию. Ну, ничего у них, конечно же, не выйдет. Просто вот еще один наглядный пример того, что из себя представляет путлеровский фашизм.